Доброе утро, друзья. Здравствуйте, Максим. Это Максим Гребенек, автор паблика «Военная Боцмэн», адвокат, который защищает права военных и считает, что у военных тоже есть права, и их нужно защищать. Максим, все ли я правильно говорю? Абсолютно правильно. Я защищаю любых военнослужащих, и тех, кто выполняет приказы, и тех, кто по каким-то причинам их выполнять не может. Да, слушайте, у меня есть несколько вопросов к вам. Собственно, ради этого мы и собрались. Во-первых, я все больше и больше вижу приглашений стать добровольцем-контрактником, заключить краткосрочный контракт. Это уже, знаете, не то чтобы в отдельных каких-то регионах, это уже вышло на уровень таких мощных пабликов. Ну, например, из последнего Ридовка или Ридовка, такой достаточно известный журнал опубликовала у себя новость о том, что вот необходимо помочь своей стране в срочном порядке. Во-первых, есть ли разница между добровольцем и контрактником? Бывают ли эти сущности раздельно? Исключительно с юридической стороны вопроса практически разницы никакой нет в статусе именно военнослужащего, разницы нет. Законом предусмотрено для, чтобы поступить на военную службу по контракту, есть обычный контракт, он заключается первый от года и более. И вот есть краткосрочный контракт, то есть до года, то есть поступающий на срочную, именно краткосрочный контракт военнослужащий может заключить его там от месяца до года. И это непосредственно целевое заключение контракта под определенные мероприятия. То есть непосредственно добровольцы, они подписывают контракт под то, чтобы участвовать в специальной военной операции. А в остальных их правах, в социальном статусе разницы практически никакой нет. Они при этом становятся военнослужащими российской, в СРФ? Да, они становятся полноценными. Получают звание воинское? Да, те же самые у них льготы, те же самые у них социальный пакет. Единственное, конечно, они все-таки формально подписывают контракт и зачисляются в какие-то определенные части воинские. Но технически это чаще всего делается, они приходят в военкомат, подписывают контракт, пока неизвестно с кем, но подписывают. После этого их распределяют по частям, но формируют отдельные добровольческие батальоны, называются добровольческие батальоны. Они исключительно состоят из вот этих вот краткосрочников и у них определенные цели и задачи. Ну вот иногда в правовом плане бывает непонятно для них, для самих, когда наступает пора получить какие-то льготы и социальные гарантии, например, ранения или еще что-то. Они не совсем всегда представляют, в какой же конкретно они части служат, потому что не всегда до них потом доводится, куда их распределили. Они вот идут в определенном добровольческом батальоне, хотя сами в разных войсковых частях могут служить и быть приписанными к ним. Вот как раз вопрос, с чем сейчас обращаются чаще? Понятно, что мы встречались, кажется, два месяца назад, и тогда мы говорили о том, что люди обращаются с тем, что они не хотят участвовать в специальной военной операции и пытаются защитить свои права в связи с этим. Как сейчас процент обращений? Можешь сказать топ обращений, с которыми к тебе приходят военные? Топ-3, например. Очень много, значит, ну на первом месте это то, что я все-таки хотел бы расторгнуть контракт, потому что обстоятельства изменились, мои убеждения изменились, и я хотел бы его расторгнуть. Не знаю, по каким основаниям это лучше сделать. Это на первом месте. Второе – это то, что получил ранение, контузию, травму. И мне отказывают в выплате. Пожалуйста, помогите разобраться, положено ли она мне и как ее получить. Потому что сейчас немножечко усложнилось. Раньше в первые дни после приема этого указа президента номер 98, вот 5 марта, выплачивали всем по любым травмам, по любым ранениям, главное, чтобы оно было получено на спецоперации, выплачивали 3 миллиона. Теперь усложнилось. С 22 апреля приняли порядок в Министерстве обороны обеспечения этой выплаты и существенно усложнились условия получения этих компенсационных выплат. Ну и третий вопрос, наверное, это, что мне положено, какие деньги мне положено в связи с участием в спецоперации. Я считаю, что мне недоплачивают. Разберитесь, пожалуйста, с этим вопросом. Вот такой топ-3 будет. А топ-3 решенных проблем, в которых вы помогли, и решение было принято в пользу того, кто к вам обратился, можете озвучить? Совпадает ли он с этим топ-3 в запросах? Вот опять-таки на последнем месте будет все-таки обеспечение положенными выплатами, потому что очень там темный лес, там очень достаточно тяжело разобраться, что же все-таки военнослужащим положено именно по закону в этой спецоперации, потому что там очень много предусмотрено таких неформальных бонусов, там за подбитую технику, за непосредственное наступление, которые не предусмотрены никакими приказами Минобороны, никакими законами. А на основании чего тогда они могут вообще выплачиваться и проходить через бухгалтерию, если это не предусмотрено никаким законом? Вы знаете, это вот большая военная тайна, в которой я сейчас пытаюсь разобраться. Я сделал адвокатский запрос в департамент социальных гарантий военнослужащих. И там пока что жду ответа, но предположительно все-таки военнослужащим платят из внебюджетных источников вот такие вот большие там премии. Они из внебюджетных источников выплачивают. Сейчас, видимо, встретиться тоже на самом интересном. Да, мы будем смотреть этот сериал. Максим, а вот еще такой вопрос, наверное, не юридический, но вы как человек, который общается прямо с людьми, которые вернулись вот из Украины, которые туда сходили. Скажи, меняется ли точка зрения? Приходят ли люди с ощущением, что все не так, как они себе представляли? Те, которые больше, например, не хотят туда возвращаться после плена? Или подтверждают свои мысли и говорят, хочу еще защищать родину от плотного кольца НАТО, пустите меня скорее? Вы знаете, по-разному, по-разному. У многих меняется отношение в пользу того, что там никакие там не нацики, а там нация. А некоторые считают, что да, вот я уже теперь не хочу и не могу этим заниматься, но порядок кто-то там наводить должен все равно. Ну, то есть, это такой вот некоторых диссонанс еще в голове вот такой вот остается у многих, что порядок там на Украине надо наводить, но я вот, ну, уже без меня. Ну, пусть наводят порядок. А пусть наводят порядок, потому что куда делся порядок? Не возникает у них вопрос? Кто нарушил порядок? Ну, у всех по-разному, у всех по-разному. Все считают, у всех свое мнение, и, в принципе, те, что, ну, армия – это срез общества, то есть, все равно, чего-то нового в головах у военнослужащих вы не найдете практически. Я-то ожидал, конечно, эти новые, в первую очередь, потому что они своими глазами это все видят, они своими руками это все творят. Это все делают, да. Да, и поэтому мне казалось, все-таки это нетипичный срез общества, чуть больше у них есть информации и опыта. Но, в общем… Не понимают, многие понимают, но все равно придерживаются определенной линии, скажем так. И, ну, да, конечно, у вас понимание, что что-то может быть и не совсем так, как по телевизору, и почему могут объяснить. Но, в то же время, многие очень настроены так, что нужно все равно продолжать это все и доводить до какого-то завершения. А как они объясняют, что, конечно, продолжать нужно, наводить порядок нужно, но не я? Почему не я? Ну, это вот загадка такая, вы знаете, для меня. Вот почему это… Загадочная русская душа. Как адвокат я все-таки стараюсь быть корректным со своими доверителями и, как бы, не ставить им таких неудобных вопросов. Но вот, бывает, помогаю членам семьи военнослужащих, и недавно вот ездить, выезжал в войсковую часть с родителями. И, ну, там получилось так, что со срочником не совсем законно заключен контракт. И вот они хотели, чтобы он вовремя ушел на дембель, как срочник, потому что, если он окажется контрактником, то ему еще год служить. То есть он уже подписал контракт, будучи срочником. Что значит не совсем законно? Его заставили подписать контракт? Нет, там получилось так, что он не заключал бы вовсе контракт. За него поставили подпись? Да, дело в том, что очень часто командирам необходимо укомплектовать все-таки военнослужащими свои подразделения, и поэтому, бывает, они на такое идут. Но такие случаи мне очень известны, очень много. Бывают такие случаи. Потом выясняется, что этот контракт не был подписан, и возвращают на круги своя. Вот, но я что хотел сказать, что мы едем с мамой, которая заключила со мной соглашение, разговариваем. Она говорит, вот надо сына забрать, сына забрать, а то его сейчас опять отправят. Ну, потом начинаем рассуждать по поводу того, что там происходит. Она говорит, что надо там навести порядок. Путин пусть наведет там порядок. Не мой сын, а Путин. Но не указай моего сына. Не мой сын, а Путин. Пусть сам придет и наведет порядок. Чьи-нибудь другие сыновья. За что купил, за то и вам продают. У меня тоже не сложился пазл. Я не понял, почему так. Ну, вот. Ну, срок вышел по призыву. У него выходит в начале июля. Вот она все-таки хочет, чтобы все-таки вот он ушел домой вовремя. Ну, вот в порядок пусть там кто-нибудь наводит. В итоге получится пацана отправить домой-то? Да, я провел с командиром разговор такой. Как бы я служил в военной прокуратуре 10 лет. До этого служил в войсках помощником командира бригады морской трехлоты по правовой работе. Я знаю, в чем боль командира, где он непосредственно может, ему это невыгодно быть, и он будет упираться, чтобы этот контракт аннулировать. Я ему предложение сделал такое, от которого невозможно отказаться. То есть мы, в принципе, он просто аннулирует контракт задним числом, как будто его не было. А мы возмещаем денежное довольствие между контрактником и срочником. Вот эту разницу мы добровольно вносим в кассу. На такое он пошел, потому что иначе ему придется платить со своего кармана командиру, если он признается, что этот контракт был не заключен. Поэтому командиры стараются эти вопросы все-таки оставлять как есть. Ну и еще вопрос тогда все-таки по срочникам. Как вам кажется, проблема с тем, что срочники незаконно попадают на специальную военную операцию, она решается, этих случаев становится меньше или наоборот? Все больше и больше срочников подписывают контракт, споткнувшись о кожуру банана случайно в беспаминстве или вообще не подписывают? Мне сейчас интересна тенденция, динамика. Ну вот, в первые месяцы спецоперации срочников было там очень достаточно прилично. Были. Не буду говорить цифры, я их не знаю, но приблизительно там какой-то процент был. После того, как, сами знаете, известная пресс-конференция была на украинских телеканалах, после этого, когда Путин сказал, что там я всех накажу, кто отправил туда срочников, и потом Артур Леонович Егеев, прокурор Западного военного округа, озвучил, что 12 офицеров было привлечено к дисциплинарной ответственности за то, что там срочники. Сейчас срочников все-таки поуменьшилось, отправляют в меньшей степени, но вот, как вы говорите, стараются заключить любой ценой контракт на коленке, уговорить, либо вот другим способом, но вот стараются, чтобы... Ну, срочник это тот, а он сам командир видит, кто это, что он нормальный, что военнослужащий, он в его части, то есть он останется сразу же. Конечно, ему выгодно заключить контракт со своим же срочником, чтобы он стал контрактником, и можно было ему комплектовать батальонную тактическую группу и отправить. Чем какой-то придет доброволец с гражданки, и что с ним делать, и придет ли, и вообще, может быть, в отдельный батальон добровольческий пойдет. Поэтому, конечно, командиры мотивированы все-таки со срочником заключить контракт, и очень сильно этих срочников мотивируют эти контракты заключать. Но уже непосредственно самих срочников они стараются... Уже у меня сигналы не приходят. В основном их могут держать на самой границе, там непосредственно в Белгородской, в Брянской области, там они в районах сосредоточения занимаются обеспечением деятельности войск. Но непосредственно за ленточку у меня сигналы перестали приходить, что они туда заходят. За ленточку – это значит на территорию Украины что-то не переходит. Ну, это да, это на военном жаргоне за ленточку. Да, да, я поясняю для тех, кто вдруг, может быть, еще не выучил за 118 дней, что это такое. Да, ну и, наверное, последний вопрос, если позволишь. Как относится к этому, ну, общество, окружение твое, если хочешь? Потому что я читаю комментарии в чате военного обмудсмена, и я вижу две стороны. Во-первых, конечно, сторона, которая поддерживает, ну, например, родственников погибших, которые обращаются за помощью по поводу выплат, а другая сторона, которая говорит, перестаньте помогать убийцам, перестаньте помогать людям, которые незаконно вторглись на территорию чужого государства и творят там дичь. Вот я понимаю, что в начале войны было, может быть, ощущение, что люди не знали, не поняли, пошли случайно. На учения поехали. Поехали на учения. Сейчас, наверное, это ощущение, ну, как-то должно уменьшаться. Как ты для себя решаешь дилемму моральную? У тебя нет ощущения, что ты помогаешь кому-то не тому? Ну, я всегда в таких случаях, да, действительно, в последнее время очень много хейта было, вот в Телеграм-канале на меня обрушились там большое количество ботов, троллей, там я около 50 человек забанил, но потом просто комментарий закрыл, потому что невозможно уже. В основном претензия как раз-таки на другая. Ко мне претензия такая, что я помогаю тем, кто отказался выполнять специальные задачи, я им помогаю минимизировать последствия того, что они отказываются и хотят расстроить контракт. Вот ко мне суть вот этих претензий, что я помогаю предателям, там я как бы каким-то, вот. И вот с этим приходится работать. А так-то в основном у меня уже остались подписчики достаточно адекватные, но когда возникают у меня такие противоречия, я просто поясняю, что я не защищаю взгляды на спецоперацию, я защищаю права военнослужащих. Это вот мой девиз. Свой среди своих, нет, свой среди чужих, чужой среди своих. Одним не нравится, что идет защита изменникам Родины и тем, кто предал, значит, идеалы специальной военной операции. Другим не нравится, что защищают людей, которые за ленточку посмели переступить. И тут я могу, на самом деле, понять хотя бы одну сторону точно. Спасибо, Максим, за то, что дали нам комментарии этим ранним утром. Спасибо за вашу работу. И мы будем тогда оставаться на связи, потому что остались вопросы, которые нам тоже было бы интересно, ответы на которые тоже было бы интересно узнать. До свидания. Да, это был Максим Гребенек, защищающий права военнослужащих. Спасибо, Максим, до свидания.